Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Тии Лим. 86-й псалом у нас. Вообще в толковании к этому псалму, точнее философии этого псалма написано, что людям кажется, что их судьба зависит от разных факторов, исторических, природных, географических и так далее. От солнца, от луны, от чего хочешь. Но и солнце, и луна, и полководцы, и политики, все они только слуги и посланцы, выполняющие волю Всевышнего. Проще говоря, много замыслов в сердце человека, а сбудется предопределенно Всевышний. Для чего читают 86-й псалом? В древних книгах написано, чтобы не входил в человека злой дух. Человек иногда, знаете, бывает, вошел в злой дух. Вот чтобы не сбивал он человека, чтобы не было вот этих спадов каких-то таких резких психологических, читают тенелим каждый день. Что читается, считается, в этот день не заходит злой дух. Или, если уже ты чувствуешь, там написано, что человек, ну не в себе, что называется, вошел, нужно тем более читать этот 86-й псалом. Написано, что он еще читается от всяких царот, от всяких неприятностей, всяких бед. Очень много пишут о том, что он помогает от плохих мыслей и от страхов. Когда у человека, ну не может справиться с этим, вот читает 86-й псалом. В одной из книг написано, что этот псалом как бы не только избавляет от страхов или мыслей, но еще и наполняет чувством уверенности человека. То есть вот как бы, чтобы укрепиться, читают этот псалом. Что еще написано? Написано, что читают его, чтобы спасти себя от плохого настроения, депрессии, чтобы наполнить жизнь радостью, даже когда кажется, что в такой конкретной ситуации это почти невозможно. Читается 86-й псалом, и он производит невероятное действие. В одном из толкований пишут, что это в принципе молитва униженного и преследуемого человека, который просит у Всевышнего спасения от врагов. Что еще? 86-й псалом очень важный, вот для чего. Читают его перед выходом из дома, для удачи благополучно вернуться в целостность и сохранности, перед какой-то поездкой. Вот читают 86-й псалом, а еще правую руку кладут на Мизузу и 11 раз читают три слова. Сей ми от Литава, это 17-й пасук 86-го псалома. Ну вот, пожалуй, все. Брахава от Слаха. Продолжение следует. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...